Всем привет! Сегодня у нас продолжение видео, в котором мы обсуждаем самого таинственного персонажа последних сезонов Игры Престолов, Брана А.К. Трёхглазого Ворона. И сейчас у нас будет очень захватывающая тема. На днях Айзек Райт прокомментировал топ-5 способов, как его герой сможет использовать свои безграничные способности в будущей войне с белыми ходоками и в конечном итоге победить. Топ-5 различных вариантов развития событий, что же мы, конечно, не можем остаться тут в стороне. Тем более, что актёрам Игры Престолов уже прислали сценарий финального сезона. А значит, Айзеку уже известно, чем всё закончится, глядишь, он и проговорился. Ну а в дополнении к этому вас ждёт ещё несколько самых популярных фанатских доводов в пользу того, что именно Бран является тем самым королём ночи. А кому интересны прикольные и действительно качественные вещи по тематике Игры Престолов, заходите на сайт haustark.ru. Здесь найдётся всё для настоящего ценителя сериала, от толстовок до спиннеров, к тому же ещё и с бесплатной доставкой. А по промокоду MovieMaker вы можете получить ещё 15% скидку на весь ассортимент. Ссылка в описании. А мы переходим к видео. И пойдём мы с вами по порядку важности. Тут хочется начать со слов Айзека Райта о метке Короля Ночи и её значении. Как мы с вами помним, ещё в пятой серии шестого сезона в своём видении Бран столкнулся с предводителем иных, и тот оставил на нём свой знак. Позднее именно благодаря этому белые ходоки и вихты смогли попасть в пещеру Трёхглазого Ворона. И вообще произошло всё то, что произошло. Так вот, в период межсезонья было очень много разговоров о метке Короля Ночи и о том, что если Бран пересечёт стену, то её магическая защита исчезнет. Что же, как мы помним, всё плюс-минус так и случилось. Вот только именно на метке Короля Ночи больше никто не акцентировал наше внимание. Никто до теперешнего времени. Сейчас же Айзек Райт говорит, что знак Короля Ночи по идее должен иметь и свою обратную сторону. То есть, если благодаря метке Король Ночи может чувствовать Брана и влиять на того, как, к примеру, выбрасывая из видений и так далее, то и Бран теоретически может научиться влиять на предводителя иных. В целом, звучит это вполне логично. Действие равняется противодействию, а в открытую дверь можно как войти, так и выйти через неё. Вот только задачка Брану предстоит не из лёгких. Научиться управлять одними из самых могущественных и страшных созданий, которые когда-либо видел Вестерос. Правда, и Бран, скажем прямо, совсем не прост. Вот только жаль, что Трёхглазый Ворон не смог дать ему всех своих знаний. Ведь между ним и Королём Ночи однозначно была некая связь. Правда, к сожалению, не раскрытая ни Брану, ни нам. Что же, у нового Трёхглазого Ворона есть не так уж много времени, чтобы постичь возможности своей силы и понять, как он сможет действовать на Короля Ночи. Ведь его армия уже вовсю марширует на юг, а от Стены до Винтерфала остаётся не так уж много. Ну а мы продолжаем, и у нас версия номер два способности Варга. Айзек Райт отмечает, что его персонаж обладает чрезвычайно сильными возможностями подчинять себе сознание других существ. Мы впервые увидели это ещё в первых сезонах, когда Бран обнаружил в себе силы вселяться в своего лютоволка. Шло время, Бран становился старше, и вот уже не только звери, но и люди стали поддаваться его умениям. Конечно, ум Ходора был не то чтобы совсем нормальным, но всё-таки это был уже не лютоволк или другое животное, а человек. Ну и уже в этом сезоне нам показали, как Бран с успехом вселялся в Воронов и при этом управлял целыми их стаями. А что если пойти ещё дальше? Почему бы Брану не попытаться проникнуть в сознание дракона, и в частности Визериона, принадлежащего теперь Королю Ночи? Об этом говорит Айзек Райт, и мне кажется, смысл в его словах имеется. Ведь, как показала практика, мёртвый дракон – это сейчас очень сильный козырь, доставшийся и без того могущественной армии мёртвых. Если ему удалось разрушить стену, этот гигантский монолит, тысячу лет оберегавший семь королевств, то кто знает, что ещё под силу дракону-зомби. И, по крайней мере, в схватке с его выжившими собратьями я пока что поставил бы на Визериона. Но если предположить, что Брану удалось бы всё же проникнуть в его сознание, это очень существенным образом поменяло бы вновь расклад сил. Но опять-таки, здесь на его пути вновь возникает всё тот же Король Ночи, который вернул дракона к жизни и полностью подчинил его себе. А как показали все предыдущие сезоны, пока что в состязании с ним Бран проигрывает. Но вместе с этим остаётся надежда, что новый трёхглазый ворон всё-таки найдёт в себе силы и одолеет своего противника. Что же, поживём – увидим. Ну а тем временем у нас на очереди версия номер три, в которой Айзек обсудил способности своего персонажа путешествовать во времени и, более того, менять его. Правда, здесь молодой актёр был более скептичен, сказав, что, несмотря на популярность такой теории среди фанатов, он не видит в ней особого смысла, так как ещё ранее трёхглазый ворон сказал, что прошлое уже написано «очернила высохли». И если представить, что Бран действительно сумел бы вернуться в прошлое с тем, чтобы изменить его, это привело бы к такому усложнению сюжета и временным парадоксам, которые стали бы ни под силу ни зрителям, ни самим сценаристам. Тем самым Айзек как бы отбрасывает на корню самую популярную теорию, что Бран – это и есть король ночи. Но, как я уже говорил, актёры сериала получили свои сценарии. Они знают, чем всё закончится, и что бы лично я делал, если меня спросили о верном варианте для финала. Я, естественно, начал бы всё отрицать и говорить, что это уже точно нереальный исход. Так что такая категоричность актёра наводит на дополнительные размышления. И, коли мы уже опять заговорили о данной теории, сейчас всё более и более популярным становится её, так скажем, вариация, что в момент, когда армия короля ночи перешла стену, и когда многие разглядели очертания лютоволка в полчищах вихтов, этот факт якобы является ещё одним подтверждением, что король ночи – это Старк, а если Старк, то, естественно, Бран. Ну и второе, чисто визуально, король ночи, как мы могли заметить, меняется от сезона к сезону. Так вот, ещё никогда ранее Бран не был так с ним похож, как в недавно завершившемся седьмом сезоне. Так что делайте выводы сами, но фанаты явно не хотят расставаться с такой теорией, что же узнаем, воплотится ли она в жизнь. Ну и ещё две коротенькие версии, которые успел обсудить Айзек Райт. Первая из них, в общем, совершенно не новая. Суть её в том, что теперь, когда ходоки уже в семи королевствах, пройдёт ещё какое-то время, прежде чем они доберутся до людей. Так вот, сейчас Брану нужно особенно сконцентрировать весь свой огромный потенциал на поисках способа борьбы с ними. Ведь Бран, как трёхглазый ворон, имеет доступ к абсолютно любой информации, может видеть всё, что случалось когда-либо ранее. И среди этих знаний точно где-то есть скрытая разгадка, нужно лишь её отыскать. Ведь много тысяч лет назад иных уже удалось победить. Теперь Брану необходимо вернуться в то время и понять, что именно стало ключом к успеху. Сделать это ему совершенно под силу. Вот только почему-то весь седьмой сезон от Брана в этом смысле особого толку не было. Но давайте спишем это просто на то, что Брану пока нужно было понять свои возможности, границы своей силы и так далее. Теперь же, когда оттягивать время более некогда, наш древовидец должен мобилизироваться, проникнуть в каждый момент встречи людей-белых ходоков. Узнать о них всё, что только можно разглядеть, как их уже один раз удавалось одолеть и дать это знание тем, кто так сейчас в нём нуждается. Ну и наконец, последний момент, на котором очень сильно акцентировал внимание актёр. Это, так скажем, будущий альянс Брана и Сэма. Понятно, что неудавшийся мастер не зря прибыл в Винтерфелл. К тому же мы уже могли убедиться в том, что несмотря на все свои способности, Бран не знает абсолютно всего. Сам Айзекрайт сравнивает его возможности с пребыванием во вселенской библиотеке или более современным языком доступ к глобальной базе информации. То есть при желании Бран может увидеть что угодно, но ему ещё нужно знать, на что именно смотреть. Прежний трёхглазый ворон имел на это тысячи лет и за это время успел побывать во всех уголках истории. Но у Брана этой возможности, увы, не было. И как показал нам финальный седьмой эпизод, их дуэт с Сэмом, который тоже не терял времени зря, находясь рядом с мастерами, показал очень даже хороший результат. Тем более, как мы помним, прежде чем покинуть Цитадель, Тарли прихватил книги из тайной секции. Не знаю, что именно там было, но уверен, данная информация поможет людям в их войне. И именно такой альянс ума и безграничных возможностей, по мнению обоих актёров, станет очень важным элементом в будущей битве. Так что от этих двоих стоит ожидать чего-то важного. Уверен, они не остановятся, пока не найдут способ противостоять иным и их мёртвому войску. Более того, уже сейчас часть фанатов называет союз Сэма и Брана даже более важным, чем союз Джона и Дейенерис. И хотя я с этим не согласен, но такой факт ещё раз подтверждает важность этих двоих. Ну вот, собственно говоря, это и был последний пятый способ того, каким образом Бран сможет принести людям такую нужную им победу. Честно говоря, мне кажется, что как минимум один из них точно сработает в финальном восьмом сезоне, а возможно даже сразу несколько. Что же касается теории о том, что Бран это король ночи, она, как и прежде, остаётся сейчас одной из самых популярных среди зрителей сериала. А поэтому уверен, доводы для неё будут находиться всё новые и новые. А насчёт правдоподобности этого, не знаю, вероятность такого поворота безусловно сохраняется, но при всём этом, если он и случится, то это будет настоящей революцией для всего сериала. Хотя, возможно, чего-то подобного мы все с вами и ожидаем. Ну вот, собственно говоря, добавить на сегодня мне больше нечего, теперь вы можете в комментариях написать, как вам описанные способы и к какому варианту развития событий вы больше всего склоняетесь. Если данное видео пришлось вам по душе, поделитесь им с вашими друзьями и не забудьте поставить свой лайк, а также подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, если вы ещё не подписаны. Уже скоро мы с вами увидимся в следующих видео, а пока что спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока!